Великой Отечественной войне Победа наших дедов и прадедов обязывает равняться на героев Великой Отечественной войны, на их верность Родине и веру в победу. С праздником, товарищи! С Днём Великой Победы! На площади Победы по традиции состоялись торжественный митинг, возложение цветов к стелле Ника и парад войск гарнизона. Почётными гостями мероприятия стали ветераны и дети войны. У меня было трудное детство, очень трудное. В концлагере 8 месяцев с матерью был, а потом в детском доме 9 лет. Ну а потом восстанавливал страну со всеми вместе. В годы Великой Отечественной войны нашего города ещё не существовало, но из окрестных сёл и деревень на фронт ушли более 200 наших земляков. А День Победы, это уже мне было 6 лет, 5 лет. И я хорошо помню, как пришёл папа с войны, что вот это для нас было, и что вот это вот победа, что мы победили. В строительстве города в послевоенные годы участвовали более 2,5 тысяч фронтовиков. И сегодня железногорцы защищают родную страну, выполняя задачи специальной военной операции. Наши горожане, все вы, дорогие друзья, от общественников до руководителей городообразующих предприятий, делают всё возможное, чтобы поддержать наших ребят. А партии героев, городских школах навсегда сохранят имена тех, кто пал смертью храбрых, защищая нашу с вами жизнь. Несмотря на то, что СССР был во многом светским и атеистическим государством, бойцы воевали с верой в душе и сердце, громили врага с верой в победу и светлое будущее. А сегодня мы разделяем радость, потому что если бы наши деды, прадеды, отцы не тогда не положили свои жизни на поле брани, ну а многие вернулись, мы знаем, то тогда не было нашей великой России, не было бы просто нас с вами. Уже несколько лет акция «Бессмертный полк» не проводится в очном формате, но даже несмотря на это, многие железногорцы пришли на митинг с портретами своих дедов и прадедов. Это мой прадед, он был сапёром, дошёл до Берлина. А расскажи немножко о нём. Он сражался под Москвой, получил ранение, отправлен в госпиталь и всё равно пошёл воевать потом. В завершении митинга прошёл торжественный парад, открыла который рота барабанщиков Железногорского кадетского корпуса. В парадном строе прошли подразделения Министерства обороны и внутренних войск. Войсковых частей номер 51-966 и 33-77, курсанты Академии МЧС, Кадетского корпуса, Центра Патриот. Завершились праздничные мероприятия на Площади Победы военными песнями в исполнении артистов Железногорского театра «Аперетты» и студии «Берег детства» Дворца Творчества. Роман Матеров, Матвей Жилкин, Артём Кишко. Студия АТОМ-ТВ «Железногорск». Специально для СМИ проекта «Школа Росатома» АТОМ-Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова